И снова здравствуйте, дамы и господа! Мы продолжаем наш уникальный тренинг у Олега Алафа Гудвина. Это я, как вы знаете, великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. И сейчас мы проходим мануальный массаж спины и непосредственно переходим к подготовке к дальнейшим манипуляциям, мануальным манипуляциям с косточками и связками человека. В данном случае мы уже размяли всю спину, да? И сейчас у нас сет следующий, индивидуальная работа с лопаткой. То есть локально мы будем сейчас ее обрабатывать. Для этого мы подбираем руку человека вместе с его плечом, так, чтобы он ее расслабил, да? Показываем ему, демонстрируем, чтобы она была расслаблена, вот, легонечко вот висела. Просто бывают люди, которые напряжены, да, или прям вот напрягают аж мышцы, да? Похлопать их там, покажите, что расслабься, расслабься, дружок. Сейчас мы будем обрабатывать лопатку. Если плечо не отделяется, от стола не поднимается, да, то значит, напряжены первый дотовидный плечевой пучок, вот его отдельно разминаем. Можем дополнительно грудные мышцы размять, они тоже бывают укорочены, и, соответственно, плечи выворачивают вперед. И потом переходим к разминанию трапециевидной мышцы. Трапециевидная мышца, она, на самом деле, достаточно большая. Начинается примерно где-то вот здесь. Идет к лопатке, пучки у нее идут вот так вот, соответственно. Вот здесь они сверху идут, от шейных позвонков. Здесь есть такой сухожильный ромб. И вот дальше ее пучки заворачиваются и крепятся к ключице. Вот практически, где-то сантиметров 7, примерно, вот 10 до ключицы. То есть вот туда заворачиваются. Кучки вот туда вот идут. Ну, ее обычно делят либо там на две части, верхняя дельтовидная, нижняя дельтовидная, кто-то там на три делят части. В разных альбанахах по-разному показывают. Вот, чтобы ее проработать, мы кладем руку пациента на спину. Не надо прямо на этом заламывать сильно. Вот просто свободно, да. У кого-то и плечо бывает больное, да. Для этого руку кладем. Локоть кладем либо пониже, либо повыше. Ну, выбираем под человека, чтобы ему было комфортно, да. Свой локоть, предплечьем, упираемся в крестец. Крестец достаточно сильная косточка, поэтому на нее можем всем телом навалиться. И грыжа тут не страшна, потому что грыжа начинается с позвоночника. То есть, не на позвоночник мы кладем, да, а кладем на крестец, где жесткое закрепление у человека. И таким образом, наша половинка корпуса, вот эта, в данном случае, левая, она просто отдыхает. Вот мы повесили корпус свой, и он отдыхает в процессе массажа. Нам тоже, как специалистам, требуется иногда отдохнуть, чтобы мы меньше уставали, особенно, когда много клиентов. И, соответственно, эта рука за локоть пациента управляет его лопаткой. Если нам надо побольше открыть, вот мы опускаем, видите, лопатка поднимается вверх. Опускаем руку. Надо побольше открыть еще, поджимаем руку сюда. Надо открыть с этой стороны, поджимаем руку вверх. Вот тут открывается место. Надо проработать трапециевидную мышцу с этой стороны, опускаем руку вот так, ниже. Видите, растягиваются вот эти мышцы. И, соответственно, вот мы начинаем. Продольно всем этим мышцам трапециевидным растираем лопатку человека. Потом поперечный этих мышц растираем трапециевидную мышцу, и стараемся как бы вот отпилить лопатку. Практически вот такой эффект. Тут же переходим на запястье. Если надо пожестче проработать, запястьем растираем вот это место как следует. Видите, уже появилась гиперемия, хорошее здоровое покраснение. Переходим плавно на локоть и продолжаем локтевые техники. Опять же, те же самые спиралевидные движения вдоль ребер на позвоночных сочинений, а они вот здесь, вот этот бугорок, нам его видно. То есть, отодвинув пароверсобральные мышцы, мы можем их прощупать. То есть, мы локтем делаем спиралевидные движения вверх и упираясь вот в эти реберно-позвоночные сочинения. Если есть желание, можно в каком-то, ну, почувствовали блок, например, здесь, да? Можно закрепить здесь руку и посильнее продавить, нажав и даже головой немножко качнув и так кивок, так и делаем, чтобы продавить как можно сильнее. Потом, следующий проход прошли целиком вместе с лопаткой, отодвигая ее подальше. Тарпециевидную мышцу спереди прошли, проработали. Видите, при этом я управляю рукой. Я вот двигаю лопатку. Теперь, тарпециевидную мышцу растягиваем, оттягиваем ее назад. Медленно тянем. При этом, смотрите, мой корпус тела, поклоняясь назад, демонстративно показывая, как мы медленно с этим работаем, вот на растяжение. Видите, мы ее подняли. Поднимаем, в данном случае, вот этим пальчиком, большим, да, с одним всего. Ну, у кого руки сильные, могут и другой части ладони поднимать, вот этой. Включаем несколько точных техник. Прожимаем, соответственно, очень много акупунктурных точек. Вот где кремиальный отросток соединяется к ключице. Там есть ямочка. Вот первая точка. Нет, человек в масле плохо рисует. Вот. Вторая точка посередине. Потом на уголке лопатки. Еще одна в большем уголке лопатки, где хрящик такой находится. И здесь вот целый ряд точек идет. Вот примерно до сюда, где мыши заканчиваются. Дальше точек практически нет. Проминаем их техникой шио-отцу. Давление должно быть перпендикулярно в эту точку, в тело человека. Соответственно, здесь отсюда, большим пальцем удобнее. Продавляем. Они достаточно болезненные у некоторых бывают. Потерпи, дружок, потерпи. Прошли. И отодвигая лопатку дальше, стараемся залезть под нее. У хорошего, гибкого человека туда прям аж даже пол моей ладони входит вот посюда. Два-три пальца могу спокойно войти. И теперь кулачком вибрационные техники вдоль мышц вот этих вот, да, трапециевидных мы вибрируем, отодвигая их от позвоночника вот туда, вот туда. Замешаем общим движением. Опускаем лимфу плавно. И при этом уже можно освободить его руку. Дополнительно мы массируем большую и малую круглые мышцы. Вводя лимфу вот туда, отовсюду после нашей обработанной поверхности, все отработанные клетки, межклеточная жидкость, все уводим вот туда к лимфоузлам. Для завершения массажа можно либо перейти к ягодицам, либо перейти к мануальной технике непосредственно с локтем. Но давайте прямо сейчас в этом ролике я покажу вам мануальную управку лопатки. Еще раз показываю. Просовываем руку под него, берем за плечо, отодвигаем трапецию, как можно больше, да? И давим не на позвоночник, а рядом лопатку. Мобилизирую ее в ту сторону. Сдвигаемся выше, и эту руку тоже сдвигается выше. По лопатке мы ведем вверх, вот дошли до самого верха, рука висит, висит, и еще раз прошлись до конца. Если у человека мы нащупали позвонки, TH1, 2, 3, вот они могут быть смещены в противоположную сторону лопатки, в данном случае это вправо, да, вот сюда, то можно, в принципе, их тоже вправить тоже таким же способом. Рука расслабляется, голову максимально отодвинули в эту сторону. Если не хватает даже, да, вот наклона человека, загиба с этой стороны, да, можем от рук можно дальше убрать, чтобы голова больше раскрыла это место. И упираясь либо рукой, либо локтем вставляем ему позвонки. Вот, щелкнул, да, там, щелкнул, да? Щелкнул, да? Щелкнул, да? Вот, отлично. Вот этот вот TH1 позвонок, он еще встал на место. И сразу облегчение. Сразу облегчило, да? Ну вот, великолепно. Вот в этом и заключаются наши уникальные методики, когда человеку приходит облегчение здесь сразу же, тут же, с первого сеанса. Чему, собственно говоря, я вас и научу, если вы придете ко мне на тренинг по мануарной терапии и мануальному специальному массажу. Поэтому лучше не смотрите это видео, а подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие наши рекомендации и полезные уроки, да? И приходите на тренинг, где вам поставят руки и вы научитесь этому искусству. До новых встреч, друзья! До новых встреч, друзья!